И сколько их еще, наверное, будет, солдат, не возвратившихся с войны. Поют для вас, к вам обращают люди. Мы научиться мир беречь должны. Фестиваль «Афган глазами детей» отмечают организаторы. Это дань памяти тем, кто причастен к героической и в то же время трагической афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Ее долго замалчивали, и в итоге они узнали именно через стихи и песни. Сегодня важно, говорят члены жюри, в числе которых и участники боевых действий, чтобы дети правильно воспринимали подвиг своих отцов и дедов, выполнявших интернациональный долг. Прошло достаточное количество времени, но эта тема жива, она в сердцах наших людей, наших граждан. Мы придаем таким фестивалям очень большое значение, что особенно важно в условиях той обстановки, в которой сейчас находится наша страна. Мы хотим показать, показываем всем, что Россия всегда, как говорит президент, была сильна, будет сильной, и у нас достойная смена. В этом году участие в фестивале принимает и вновь созданный ансамбль «Патриот». Его членами стали ученики 6-й гимназии, хранители музея истории Афганской войны. Когда дети заняты, заняты конкретно, допустим, тот же ансамбль, они могли бы бегать в компьютерные клубы или еще куда-то, но они занимаются, им это хвально, потому что когда-то и сам занимался музыкой. Сегодня, я думаю, что мы увидим вот за этот год, что произошло с детьми, как повернулось мышление в сторону патриотизма, потому что, опять же, все то, что мы делаем, для того, чтобы дети понимали, что такое Афган, что такое вообще, чтобы это все нехорошее прошло мимо них. Следующая встреча афганцев, на которую они обязательно пригласят и школьников, состоится в Комсомольском сквере у памятника погибшим солдатам 27 декабря, в день 35-летия ввода российских войск в Республику Афганистан.